Как найти ответы на сложные вопросы всего за 60 секунд? Об этом знают не понаслышке эрудиты, участники общекубанского фестиваля знаменитой игры «Что, где, когда». В минувшие выходные в нашем городе прошел муниципальный этап игры. Участники поделились с нашими корреспондентами, как, где и когда находить ответы на самые каверзные вопросы. Мы находимся в актовом зале школы номер 16. Здесь проходит первый этап общекубанского фестиваля «Что, где, когда». За звание самых эрудированных в интеллектуальном состязании сегодня поборются 20 команд из школ города и района. Сегодня они ответят на 30 вопросов. Здесь не надо крутить волчок. Здесь нет вопросов от зрителей и хрустальной совы. Зато есть много целеустремленных и любознательных школьников, участников первого муниципального этапа общекубанского фестиваля игры «Что, где, когда». Это первый турнир такого рода совместно с департаментом молодежной политики, с управлением по делам молодежи, муниципальным образованием «Славянский район» и комплексным молодежным центром «Континент» проводится данный этап. Будет всего два этапа – муниципальный и, собственно, финал. Уже 23 апреля в Краснодаре будет проводиться финал. Сегодня по итогам игры одна команда проходит в финал, она же является победителем нашего этапа и будет представлять район на этой игре. Третий год участвует в игре «Что, где, когда» Наталья Лях. Она капитан сборной команды школы номер 18 «Все в курсе». Команда у Натальи дружная, все вопросы ребята решают вместе. Но для победы главный настрой, говорит девушка. Сейчас идет подготовка к ЕГЭ и какие-то репетиторы. Все равно переношу, чтобы прийти на игру, потому что для меня это очень многое значит. И это, прежде всего, интерес и всеобщее развитие. И все ребята, которые у нас в команде, все принимают активное участие. И всем очень интересно заниматься этим. Конечно, рассчитываем занять призовое место. Но готовились больше даже морально, настраивались. Потому что, прежде всего, большую роль играет настроение. То, с каким настроением ты идешь, то ты и получаешь. Квинтессенция, параллелограмма. Это не тема научной работы, а название команды, участвующей в игре. Ее участник Илья Горбунов считает, что такие игры способствуют интеллектуальному развитию и определенным навыкам, которые пригодятся в жизни. Подобные игры очень нужны таким развивающимся и энтузиазмом, как мы. Особенно школьникам. В школьные годы очень полезно развивать себе подобные образы мышления. Особенно сейчас, когда многие мои сверстники проводят очень много времени в интернете, в телефонах, в планшетах. Очень полезно проводить такие мероприятия, в которых люди общаются вживую и развивают свою логику и мышление. По итогам игры первое место заняла команда «Вагон идей» Анастасиевского сельского поселения «Школа номер 28». Она и будет представлять наш район на финальной игре «Что, где, когда» в Краснодаре. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».